Продолжается капитальный ремонт от улицы Советской Конституции до хутора Ильичевка. Глава администрации Сергей Алексеевич Бондаренко провел выездное совещание с участием первого заместителя главы администрации Михаила Пархоменко, руководителя подрядной организации и представителями управления городского хозяйства. Сергей Алексеевич лично проконтролировал ход работ. Протяженность автодороги почти 2,6 километра. Уже произведена замена дорожного полотна, установка бортового камня, устройство уличного освещения. Заложенные опоры согласно сметы, все это устанавливается. Светильники тоже сказали, будем только такие, СИП будем натягивать. То есть, все то, что мы хотели, все то, что есть в проекте, все это будет сделано. Основные работы уже сделаны. Со следующей недели мы пойдем асфальтировать уже тротуары. Постараемся максимально сжатые сроки все это закрыть. В процентном соотношении выполненности работ какая? На данный момент, если брать по физическим затратам, трудозатратам, я могу сказать, что, наверное, процентов 80. Потому что самые основные тяжелые виды работ, они выполнены. Остались дешевые, но муторные. Это установка ограждения пешеходного, которое все связано на ручном труде. То есть, это бурение, там, болчение, собирание вот этих моментов, узлов. Там уборка мусоров, там, вот лотки, которые там накрывают крышками. Это все такой фактически ручной труд. Параллельно идут работы по ремонту автодороги от улицы Радио до выезда из поселка Самбек. Сергей Алексеевич проехал и туда, чтобы встретиться с руководителем подрядной организации и обсудить план работ. Сейчас мы, вот, до Красного делается в этом году. Она же на два года разбита дорога полностью до выезда с Самбека. До Красного полностью в двухслойном исполнении. А мы хотим сделать еще и по Красному, чтобы, вот, чуть-чуть выезд до Красного, чтобы в этом году мы сделали эту дорогу. Протяженность ремонта этой автодороги почти 7 километров. В рамках контракта предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки. При условии выделения финансирования обсудили возможность замены дорожного полотна по улице Коненкова. Сложности они всегда есть. Основная сложность в том, что очень много ям, ну, пучинистые асфальтобетона очень много. Это приходится выкапать, щебенить, чтобы в дальнейшем это не проявлялось на дороге. Но мы сами заинтересованы в этом, мы же несем гарантийные обязательства. Во время ремонтных работ почти всегда возникают непредвиденные обстоятельства. Поэтому необходимо всегда держать руку на пульсе и вовремя решать возникающие проблемы.